С 1 сентября алтайские учителя получают на несколько тысяч больше. В Крае заработала новая отраслевая система оплаты, так как фонд оплаты труда учителей региона в этом году вырос на 400 миллионов рублей. Первыми реальный рост доходов заметили молодые педагоги. После повышения брод их зарплата сравнялась с учебно-вспомогательным персоналом. Сельскоучительница русского языка и литературы Яна Евгеньевна Семенцова. Она одной из первых оказалась в плюсе. Девушка еще студентка пятого курса педуниверситета и уже год преподает в Жилинской школе. Говорит, учить детей в селе мечтала с детства, правда о зарплате в 10 тысяч, которые она получала весь прошлый год, не мечтала совсем. Но новая система оплаты труда переломила ситуацию в корне. Зарплата не доходила до прожиточного минимума, то есть доплачивали, да, сейчас намного больше прожиточного минимума стала зарплата. Тысяч 7 примерно больше стало. Мы продолжаем тему, которая называется электроэнергетическая диссоциация. Николай Николаевич Лушин преподает химию в Жилинской школе около 30 лет. К новой системе оплаты труда относятся настороженно, мол, не привыкли еще. Тем не менее, сентябрьская зарплата в сравнении с майской порадовала больше. Если мы сегодня сопоставим фонд заработной платы в школе, я это говорю как председатель правкома школы, непосредственно знаком с этими цифрами, то, наверное, могу сказать, что фонд заработной платы на 10% у нас стал выше. Все-таки это немаловажно все равно для такой школы, как наша. Не скажу честно, если что довольны. Мы вообще, сельские учителя, любую инновацию, его изменения применимаем как должное. Несмотря на очевидный рост заработной платы, у педагогов Жилинской школы она поднялась с 20 до 23 тысяч, у сельских учителей остаются сомнения и вопросы. Директор же образовательного учреждения Валентина Антипина отмечает позитивные моменты новой системы. Система очень прозрачная. С каждым учителем индивидуально проговорили перед тарификацией, проговорили его заработную плату, его ставку, какие надбавки. Учителя уже, начиная учебный год, они уже знали, какая заработная плата у них будет. Изменения в начислении заработной платы весомые. Если раньше отправной точкой было количество ученика часов, то теперь от них отказались. Вместо этого появился фиксированный минимальный оклад. Он, кстати, вырос в два с половиной раза, с трех до семи тысяч. Выросла, как говорит директор Жилинской школы, и необязательная часть. А это уже Барнаульская школа номер 53. Еще в мае этого года средняя заработная плата здесь была 25 тысяч рублей. С 1 сентября выросла до 28. Хотя директор образовательного учреждения Юлия Галкина призналась, что поначалу в школе боялись отмены доплат за классное руководство, стаж, проверку тетради и звания. В ряде педагогических коллективов почему-то возникли такие суждения, что вроде бы как повышение заработной платы произойдет за счет стимулирующей части. Но я хочу сказать, что это абсолютный миф. На сегодняшний день стимулирующая часть педагогических работников полностью сохранена. Сохранена инновационная часть. Сейчас же учителя отмечают, получают больше при том же графике работы. Повысилось и повысилось заметно. Но за счет чего? За то, что повысился оклад. Как бы нагрузка у нас не увеличилась, а оклад он увеличился. Мы ушли от ученика час и за счет этого у меня произошло повышение. Раньше мы рассчитывали, что количество учеников было очень важно, сколько у меня в классе учеников. А у нас половинки групп, поэтому учеников, соответственно, мало, соответственно, оплата была намного ниже. Уход от ученика часа – один из самых ключевых и положительных моментов новой системы оплаты труда, уверена директор школы. Прежде два учителя при одинаковой нагрузке, но с разным количеством учеников, получали разные выплаты. Мы все были не в равных условиях. Учитывая особенность нашего региона, что у нас достаточно большое количество малокомплектных школ, да и даже если говорить в рамках системы образования города Барнаула, у нас в городе Барнауле тоже по наполнеемости разные школы. И если быть привязанными к ученика часу, как можно количеством учеников измерить труд учителя? Плюсы новой системы оплаты труда и в том, что она стала намного прозрачнее, отмечает депутат Алтайского заксобрания Сергей Писарев. Если раньше учителя получали расчетные лески в виде огромной простыни, в них было 12 пунктов, не все из которых понимали педагоги. Теперь пунктов всего 4. А клад – компенсационная часть, ее начисляют за проверку тетради и классное руководство. Стимулирующие они растут за счет категории учителя звания и повышающий коэффициент – доплата за наполняемость класса. Система станет проще гораздо и учителю будет проще разобраться в том, за что и когда он заработал деньги. Я думаю, что это только положительно и на руку всей системе образования Алтайского края. Модернизация системы оплаты труда назрела давно, отмечает краевой министр образования. И задача номер один – повысить обязательную часть зарплаты, которая раньше составляла всего треть от всех выплат, выполнена. В 2018 году завершение его календарного года показало, что у нас по 14 муниципалитетам сложилась напряженная ситуация. Неправильно спланированный фонд оплаты труда в образовательных организациях, в целых муниципалитетах послужил тому, что денег просто не хватило на стимулирующие. И люди существенно во второй половине календарного года стали получать ниже. По его словам, все педагоги будут гарантированно получать хотя бы на одну-три тысячи рублей больше. В среднем по краю доход педагога составит больше 28 тысяч рублей, добавил министр. И это не последнее новшество в системе оплаты. В следующем этапе у нас повышение должностных окладов педагогических работников краевых образовательных организаций, входящих в систему подведомственных учреждений Министерства образования и науки. Затем мы решаем вопросы по административно-учебному персоналу, заучи, руководителям образовательных организаций. Министерство образования и науки края запустило работу горячей линии по вопросам и проблемам, возникающих в образовательных учреждениях в связи с новой системой оплаты. Горячие линии работают в каждом муниципалитете.